ну вот опять мы гуляем по городу и нашел я тут английской набережной красивый домик очень мне понравился особняк тепло дом был построен в середине 1730-х годов и первым хозяином был степан васильич лопухин двоюродный брат первой жены петра первого через некоторое время лопухин продал дом пьеру петру я ключи лобери кауферу и парикмахеру империатрица анны и анны его потомки впоследствии продали дом тоже и 1789 по 1816 год дом владел литмедик екатерины второй англичанин роджерсон ну почему-то у всех англичан были вот такие интересные фамилии роджерсон правда нравится мне эта фамилия ну роджерсон видимо не очень долго здесь жил что-то у нее тут не сложилось и он отъехал в лондон и дом приобрела на барвара ивановна юшкова жена стал мейстера и камеры гера иосифа юшкова что мейстер это заведующий конечно буквально переводит то есть достаточно серьезная должность была при дворе что постоянно находилась в конюшне следила за лошадьми лошади были нужны всем и государям тоже поэтому это человек был близок как деться к телу и мог нашептать мог что-нибудь нашептать или шепнуть но чё надо в общем это был очень близкий к высшим кругам человек начали камни уж камни штаб мейстер так вот варвара ивановна юшкова вот ее дочь моей получила дом наследства сначала его сдавала а потом в 1845 году продала этот дом почтового департамента ну дома то интересным тем был для почтового департамента потому что он находился и находится сейчас на английской набережной естественно корреспонденция почтового департамента пароходом пароходом отправлюсь в европу это было очень удобно 1864 году особняк приобрел отставной горный инженер николай николаевич теплов и почему-то ну не почему-то вот по и поэтому называют этот дом дом николая теплов этот николай николаевич теплов был директором луганского литейного завода то есть достаточно крупный человек а в то время луганский литейный завод было казенное предприятие государственное предприятие крупное по выплавке изготовлению изделий из чугуна те у него к сожалению не было и бездетная вдова теплого а мария эрнестовна в 1901 году продала дом купцу радао вот и на раздуме находится его есть его вензель сохранился фредерик иванович радао ну а этот радао вместе своими детьми и женой жил до семнадцатого года семнадцатом году как говорится пришел гегемон и здесь устроили коммунальные квартиры внутренние интерьеры конечно все тут побили очень сделали то что сделали то настоящее время здание принадлежит частного владельца вот такая вот история про этот дом николая теплого точнее особняк николая теплого который находится на английские навежда в петербурге все пока привет май